Ваааааа! Привет! Меня зовут Никита Петухов. Последние годы меня всерьёз беспокоит вот что. Важные для человечества события уходят в прошлое, и у нас в обществе есть ощущение, что мы всё про них поняли и всё про них знаем. Или что, по крайней мере, эти события кто-то и где-то фиксирует, и что ничего не проходит просто так. На самом деле, просто так проходит почти всё. Человечество довольно слабо изучает себя и всё, что с ним происходит. Это я вижу и в хоккее. Каким бы важным ни был турнир, его забывают примерно через неделю Самые свежие наши победы и тем более поражения уже в истории Их никто не помнит, их мало кто понял и никто не делает из них выводов Мне очень хочется это исправить, поэтому я попробую это сделать хотя бы в хоккее Сегодня первое из таких попыток вспомним, еще раз переживем И как следует разберем молодежный чемпионат мира 2020 года Ооо, это был парадоксальный турнир Пас на пятах, один торопей, перед воротами 2-0 Россия считала себя сильнее всех и в какие-то моменты выглядела сильнее всех Но проиграла три матча из семи, в том числе в финал Это был турнир, на котором Россия обыграла Канаду 6-0 Это был последний МЧМ для Валерия Брагина Он начал путь в молодежке с легендарного камбэка в финале против Канады А закончил тем, что позволил канадцам интеграться с 1-3 Это был первый МЧМ для Игоря Ларионова, который, как показалось в Чехии, вернулся в наш хоккей, чтобы спасти его В общем, те 10 дней вместили в себя столько смыслов, что туда однозначно стоит вернуться Let's go! Ааа, стоп, три коротких объявления Во-первых, все интервью для этого выпуска я срезал у Павла Лысенкова Ссылка на его канал есть в описании этого видео Павел, спасибо тебе за твою работу Во-вторых, вся картинка хоккея принадлежит Матч ТВ или Первому каналу И из уважения к ним, а также, чтобы меня не забанили Я не брал картинку там, где в этом не было большой необходимости Я просил своего бро отрисовать какие-то схемы, слайды и прочую графику В общем, мы выкручивались как могли, чтобы было максимально информативно И чтобы видос не скатывался к просто показу хайлайтов матча Чемпионата Мира Поэтому, если вы просто хотите посмотреть хайлайты, идите к первоисточникам И в-третьих, это видео заняло очень много времени и сил Если вы хотите, чтобы на моем канале и дальше выходило что-то подобное Ставьте следующий лайк, подписывайтесь на канал, напишите комментарий и поставьте колокольчик Вот сейчас, let's go! Так, а какое бы движение выбрать? Давай вот так К тому, что со сборной России произошло на молодежном чемпионате мира в Чехии У меня есть вот такая метафора Наша команда была как самолет или судно, у которого с самого начала сбились очень тонкие, но важные настройки Судно при этом работало, летело вперед, у него шикарно работал мотор И экипаж думал, что все в порядке и не обращал внимания ни на какие проблемы И по пути что-то распознали, поправили, но далеко не все И когда в последний момент оказалось, что летели не туда, куда хотели, поправлять было уже поздно Пока тренеры и вся страна думали, что наша молодежка настолько хороша, что как-то на автопилоте движется к золоту Удача, подвиги отдельных игроков и ошибки соперников маскировали серьезные проблемы в ее игре Какие-то проблемы удалось решить, но в финале сказались нерешенные И самое, как принято было считать, сильное сборное турнира проиграло И мы упустили самый реальный шанс на золото за 9 последних лет Команда играла активно, и это уже считали большим достижением Поражения, а их на этом турнире было немало, объясняли случайностями и невезением Победы принимали как должное, даже когда помогали чужие ошибки и те же случайности Своих проблем у сборной России на этом МЧМ будто бы не существовало Их не видели и поэтому не исправляли Именно поэтому к финалу сборная подошла примерно с теми же недостатками, с которыми и начала турнир И это привело к катастрофе в решающем матче Мне кажется важным разобрать этот турнир под микроскопом, чтобы понять, как такое вообще могло произойти И чтобы научиться задавать важные вопросы не когда уже поздно, а когда еще можно что-то исправить И разумеется для того, чтобы мы привыкли учиться на своих ошибках Но давайте обо всем по порядку Немного контекста На МЧМ 2019 Россия дала брагинскую классику Играли в основном от обороны За счет первого звена, где играли Денисенко, Костин и Кропцов Отличной синей линии Алексеев, Саморуков, Романов Ротаря Кочеткова и подвигов отдельных игроков Например, вот такого неожиданного прохода Паши Шена Шен правым флангом закатился, убрал Филлипса И шайба ворота В итоге предсказуемое поражение в полуфинале от американцев 1-2 И бронзовая медаль вторая за три года За месяц до МЧМ 2020 уже после серии Сейчелл и турнира четырех наций стало известно В тренерский штаб сборной входит Игорь Ларионов Он примерно с лета активно общался с Романом Ротенбергом И с сентября официально стал его консультантом На МЧМ он выдвигался помощником брагина Мне интересно именно дать то, что я могу дать Чтобы мы вернули наш, скажем, тот красивый Не то же красивый, скажем, правильный хоккей Который мы играли всегда, от которого мы ушли И в связи с этим и перед турниром и во время турнира Очень много говорили о том, что это будет новая сборная России Сам Ларионов говорил Я пришел для того, чтобы поменять стиль молодежки И, возможно, всего нашего хоккея Сегодня хочется им дать именно то направление, которое мы потеряли Немножко Мы спустились, значит, на уровень, скажем, вторых команд И играем, скажем, вторым номером Здесь задача стоит, чтобы мы диктовали все-таки свои, значит, условия игры сами с самого начала Сам Ларионов и примерно все, кто выступал от лица молодежки в эти две недели Обещали, что мы будем давить, владеть шайбой и инициативой Как мы увидим позже, стиль и правда поменяли Сборная стала другой Но были детали Но о них позже Мы начинали турнир в группе Смерти с четырьмя командами из хоккейного ТОП-6 Вместе с чехами, которые были хозяевами США и Канадой Это произошло, потому что на МЧМ 2019 здорово сыграли швейцарцы Они стали четвертыми, а чехи только седьмыми К слову, на МЧМ 2021 у России тоже сложная группа Только на этот раз вместо канадцев мы сыграем со шведами А в 2020 группа усложнялась тем, что в нее попала сборная Германии И в этом поколении у немцев собрался очень неплохой состав Но об этом мы еще поговорим И кстати, это хороший повод рассказать, как формируются группы на молодежном чемпионате мира Это происходит автоматически Первое, четвертое, пятое, восьмое и девятое места на прошлом МЧМ это группа А Второе, третье, шестое, седьмое и десятое места это группа Б Первый день турнира получился эпическим Сразу три исторических противостояния США против Канады, Швеция против Финляндии и Россия против Чехии Первый матч на МЧМ для России это почти всегда легкий стресс По нему почти никогда не делают выводов Обычно Брагин говорит так Это первый матч, команда только начинает, мы только вкатываемся в турнир И призывает не делать никаких серьезных выводов Ну, первый матч, все понятно, что немножко как-то сумбур какой-то был Не обязательно такие голы получить Но на самом деле выводы всегда напрашиваются В 2016-м Россию в первой игре очень напрягли Чехи И потом в овертайме финала мы не справились со скоростью Финляндии В первом матче МЧМ 2018 Россия также играла с Чехией и проиграла 4-5 И в итоге не вышла в полупенал Ну вот, вот есть возможность для броска Ну что, чехи выстояли Тогда Чехи были хороши, но не супер И в итоге заняли только четвертое место на турнире То есть это был вполне себе сигнал Есть и такой момент Обычно первая игра в группе что с Канадой, что с Латвией ничего не решает Даже если проиграли, дальше набрали свои очки и вышли в плей-офф Про матч открытия все забывают В декабре 2019-го все было немного по-другому В группе были 4 хорошие команды А значит цена побед и поражений намного выше В общем, со многих сторон это был очень важный матч Фух, наконец-то я закончил со вводными Поехали в игру Мы начали вот таким составом Первое предполагаемое суперзвено Денисенко, Хованов, Дорофеев Второе силовое Соколов, Воронков, Александров Третье питерское мобильное Марченко, Морозов, Подколдин Четвертое, ну такое, на всякий случай Артищев, Соркин, Грошев Пары в защите Романов, Журавлев, Малышев, Замула, Пыленков, Голенюк В воротах Аскаров С первых секунд сборная показала то, о чем говорил Ларионов и чего ждали от его появления в штабе Наши с первых секунд пошли на чужие ворота И это действительно была очень активная модель Россия шла двумя и даже тремя нападающими в чужую зону и за чужие ворота Если защитникам удавалось спрятаться, то мы все равно выстраивались агрессивно Один прямо перед вертарем, второй на сильном борту Игра началась очень удачно для нас, но не в результате нашего давления На первой минуте, в случайном столкновении с Воронковым, травму получает Якуб Лаука Главная звезда сборной Чехии, проспект Бостона Это были его последние 40 секунд на турнире Случайности в нашу пользу, хорошая примета для сборной России на МЧМ 2020 В игре с канадцами в группе на второй минуте вратарь Даос пропустит вот такую шайбу И она окажется победной На пятой минуте полуфинала со шведами Хогландер схватит 5 плюс 20 Мы отыграемся и перевернем игру В матче с чехами не сработал ни бонус, ни наша активная позиция Еще до того, как стал очевиден рисунок игры чехов, мы получили первую в меньшинстве Проходит меньше минуты и видно, как планируют играть чехи Они откатывались плотным блоком, насколько это было нужно И лишали пространства нашу атаку Сборная России лишилась фирменных атак сходу и была вынуждена играть позиционно И именно тут забуксовала Максимум, что получалось, кататься с шайбой по периметру Для большего просто не хватало идей Примерно такую же тактику через три дня против нас применят американцы Им удастся лишить нашу атаку скорости и убрать ее на периметр Оттуда мы ничего не сможем сделать за весь матч и проиграем А в первом матче после отбора чехи старались стрелять своими контратаками в 1-2 игрока, четко нацеленными на ворота Эта тактика принесла им второй гол Наши потеряли шайбу на синей линии, получился выход 2 в 1 И Ян Мышек попал очень крутым прямым броском 0-2 Дальше рисунок игры не поменялся До самой финальной сирены мы упирались в этот чешский блок в их зоне Их план работал, наш не очень Тактически этот матч был очень похож на проигранный Яркое доказательство наша третья шайба Которая получилась в результате блистательной контратаки Когда чехи заигрались, потеряли шайбу в нашей зоне и не успели собрать структуру в средней Александра вткнул на ход Воронкову Тот зашел в чужую зону, спрятал шайбу под себя и увидел Замулу, который элитно включился в атаку До этого момента мы держались в игре, как это часто бывает со сборной России, на подвигах отдельных игроков Сначала тот же Егор Замула очень круто разобрался на синей линии Потом Вася Подковзин сориентировался в районе чужого пятака Успешная контратака Воронкова и Замулы сделала счет 3-3 И на этом наши достижения закончились И к двум нашим большим проблемам, неумению пройти чешский блок в защите и слабой игре в большинстве Прибавилась еще одна Тоже очень большая Неприятные серийные удаления Мы пытались как-то вернуться в игру каким-то способом, но, к сожалению, не получилось Удалялись там подножки какие-то глупые были Просто все удаления были глупые В финале это будет выглядеть так За 3 минуты до сирены мы получим большинство И даже начнем играть с пустыми воротами Но за полторы минуты до конца наивно удалится Дорофеев А за 40 секунд глупо нарушит Денисенко И Канада получит двойной пауэрплей В первой игре турнира было почти так же и, возможно, даже более бессмысленно Баранков едет на вратаря Чехов и бьет того уже после свистка И едет отдыхать А потом Ртищев начал уничтожать Чеха Тоже за воротами и тоже после свистка Был ли в этом удалении смысл? Кажется, не очень много Мы играем 3 на 5 и Чехи забивают через 4 секунды после вбрасывания 3-4 Дальше все было просто Чехи, сохраняя структуру на своей половине, повели матч к своей победе Тактику у нас они выиграли чисто Сыграть реально опасно в позиционной атаке наша молодежка не смогла В третьем периоде, когда нужно было отыгрываться, мы бросили меньше раз, чем в первом 10 против 18 На четвертой минуте удалился Замула Через 30 секунд 2 плюс 10 получил Голенюк Вот примерно такой была наша концовка И мы проиграли этот матч В целом вообще ничего страшного Да, мы проиграли самому слабому из топовых соперников в группе Но это был только первый матч Сборная сыграла здорово и при этом в ее игре было видно кучу проблем Это просто прекрасная ситуация Впереди куча времени, проблемы очевидны Их можно исправлять Но получилось не совсем так На этом этапе плюсы сборной как будто бы замаскировали ее минусы Принято было говорить так Да, у нас есть кое-какие проблемы, но это мелочи Главное, что сборная играет в активный атакующий хоккей И тут наша новая рубрика Николаич, ну как там наш ИГЖИ? ИГЖИ в игре с чехами был сильно в нашу пользу 4 на 1.39 И тут, наверное, надо рассказать, что такое ИГЖИ Это суммарная оценка опасности всех нанесенных командой бросков Существует модель подсчета ИГЖИ Она у каждой аналитической компании своя По которой броску дается оценка В зависимости от места и ситуации, из которой его нанесли Единица – это условный гол Бросок от синий условно 0.1 В этом видео я пользуюсь моделью Инстата Всем советую пользоваться их статистикой Эти цифры использовались отдельными хоккейными людьми для того, чтобы подтвердить У нас все в порядке Мы сильнее по игре и должны были побеждать Просто нам не повезло Повезет в следующей игре Эти цифры стабильно будут на стороне нашей сборной Даже в проигранных матчах И эффект от этих цифр помешает обнаружить проблемы в хоккее нашей сборной Мешал вот такой парадокс Сборная действительно владела преимуществом и заходила в чужую зону Но хорошую статистику генерировала простыми, неподготовленными и неопасными бросками поворотом Поэтому цифры были в нашу пользу и маскировали проблему в атаке Исходя из этой модели, чехов мы победили со счетом 4-1 Эти цифры получились из-за того, что Россия владела номинальным преимуществом И оно выражалось не только в XG, но и в бросках и просто в ощущениях от матча Эти ощущения были позитивными И они смазали впечатление от игры, замаскировав наши проблемы Не смогли взломать оборону чехов? Ничего, канадцы будут играть по-другому Не забили в большинстве? Ну как же, две наши шайбы пришли сразу после большинства И это правда, первый и второй гол залетели сразу после выхода пятого Удаление? Ну это был первый матч, понимаете? Волнение, нервы где-то перестарались Те, кто в разборе матча добрался до показателя XG, объяснял это примерно так По игре мы выиграли матч, но нам помешали случайности И давайте сейчас немного разберем эти случайности Остановимся на двух больших проблемах, которые стало видно в первой игре сборной Да, это рубрика разборчики, 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 разборчики Для начала проблемы с позиционным нападением Посмотрим пару отрезков из третьего периода Россия проигрывала 3-4 и должна была отыгрываться Тактика чехов не изменилась Они при первом подозрении на потерю падали тремя игроками на свою линию Двое действовали по ситуации, но один всегда был ниже В результате мы намного больше контролировали шайбу К слову, и стремились это делать и были лишены контрнападения А так сходу не было, нужны были позиционные атаки И вот как они работали Точнее, вот как они не работали Это вторая смена в третьем периоде У нас на льду звено Воронкова На мой вкус, лучшая наша тройка в этом матче Дима Воронков и Егор Соколов отлично отработали габаритами И хотя бы пытались мяч в чешскую защиту Дима с шайбой проходит среднюю Набирает скорость, влетает в чужую зону с винтом Но сразу, не глядя, кидает шайбу на пятак Где у Александрова мало шансов Подбор, подъем шайбы на синюю Перевод Малышева И вот посмотрите Александров делает попытку вырваться из толпы чуть-чуть назад И открыться под передачу Но все равно он очень близко к соперникам Мало шансов, что у него получится что-то опасное Малышев это видит и переводит за муля И когда шайбу у Егора Все три наших нападающих уже спрятались И встали на чужом пятаке На линии броска два соперника Все, атака уже закончилась Если бы Егор не бросил, а вернул Малышеву Тот бы был уже под давлением Поэтому Егор попытался бросить У него не получилось Шайба попала к Антону Тот реально оказывается под давлением Нападающий также в лесу, на пятаке У Антона один вариант Бросать из дико неудобной позиции Он бросает и шайба выходит из зоны Проходит минута Мы контролируем шайбу, но не можем зайти в зону Вот наконец Марченко набирает скорость Но у него получается только упасть в угол Откуда он делает слепой прострел на пятак Отскок удачный, шайба у Морозова По идее мы расставились И находимся в стадии позиционной атаки Морозов дает конек Марченко и едет на пятак Кирилл с шайбой И у него есть пространство Но какие у него варианты? Паса дать некому Играть на защитника опасно И он просто бросает в ловушку вратарю Который все видит Атака закончена Ну и чтобы закрепить и не возвращаться к этой теме Еще один эпизод Мощная попытка сборной России позиционно атаковать Журавлев залетает в зону И забрасывает за чужие ворота Подбор наш У Морозова потеря, но подбирает Марченко Кирилл в торопях кидает под Колзину Вася в касание Журавлеву Журавлев в касание, не задумываясь, Романову Саша оказывается в... Извините, ситуации Ему шайбу доставили в две передачи в касание люди У которых было пространство А у него самого пространства уже не было Возвращать нельзя Думать некогда Он просто тыкает ее мимо первого соперника И обратите внимание на большой и четкий разрыв Между нашими нападением и защитой Наши защитники были очень четко приклеены к синей линии По сути, наша позиционная атака – это три нападающих против пятерых соперников Брагинская классика Поэтому наша позиционная атака просто бултыхалась в чужой зоне Нападающий мимо шайбы Журавлев тыкает ее за ворота снова мимо всех Вы чувствуете, что это больше похоже на анекдот, чем на атаку? Чехи теряют шайбу за воротами Марченко сразу тыкает на пятак Морозов не бросает Потом подбирает И идет на бросок И у него не получается Потом снова отбор И снова слепой быстрый пас на пятак Подбор Марченко Он отходит назад Пытается сделать перевод И теряет шайбу Все, позиционная атака закончена Понимаете? Мы с вами посмотрели в сумме Две минуты позиционного нападения нашей сборной И не увидели ни одного качественного взаимодействия В ситуации, когда мы проигрывали И должны были отыгрываться И, как об этом говорили Владели преимуществом Окей, можно придумать отговорки Что это был первый матч Что чехи играли слишком пассивно Что Брагин боялся чешских контратак И поэтому не давал защитникам Подключаться к атакам Чтобы не было провала Но, во-первых, эта картина Этот способ позиционного нападения Пережил с командой весь турнир Ну вот именно так атаковали весь путь И в финале тоже Суета, какие-то тычки и полуброски А, во-вторых, посмотрите на команду Которая умела использовать свое преимущество в контроле Играя против быстрого и сильного соперника Который падал тремя игроками назад И играл в плотном блоке вокруг пятака Да, это сборная Швеции в матче открытия Против финнов Вот Фагима получает шайбу Набирает скорость И летит в чужую зону Пролетев синюю линию Он бьет по тормозам Разворачивается Откидывает Содерстрема У которого уже есть пространство и время Виктор двигается вперед Фагима не бросает защитника А открываются ему под передачу Витя вырезает пас на синюю Самой Али неудобно Но он быстро играет с ближним Атака еще не началась А мы увидели уже три осмысленных взаимодействия Вот чего не хватало нашей сборной Весь турнир Я уверен, что так или иначе Тренеры видели эту проблему Просто как-то по-другому себе ее формулировали И они пытались ее решить В том числе за счет перестановок в звеньях Но об этом ниже Но так и не решили А сейчас давайте к теме большинства В первом матче у сборной были две шайбы Первая Егора Замулы И вторая Васи Подколзина Который тренерский штаб засчитал Как шайбы в большинстве Потому что они были заброшены Через секунды после выхода пятого игрока С такой формулировкой По итогам большинства Но дело не в формальностях Дело в том, что обе шайбы Прилетели не из поставленного розыгрыша А за счет умений одного игрока Сначала Замула сделал шикарную паузу А потом Вася здорово сориентировался И попал по шайбе А вот как на самом деле не работало наше большинство В первой спецбригаде были Леворуки Воронков за воротами Траворуки Денисенко слева Леворуки Хованов справа Леворуки Дорофеев на пятаке И леворуки защитник Замула Тут все строилось на взаимодействии Денисенко и Хованова Они должны были делать длинные переводы Дергать оборону Двигать шайбу И угрожать воротам Денисенко вообще был центром этой конструкции И мог играть за Мулой И Дорофеевым отдавать обоим под бросок Хованов мог подключать Воронкова На бумаге это смотрелось неплохо Но в первом же матче было видно Хованов и Денисенко не могут играть в пас На таком уровне, чтобы это было реально угрозой Во второй спецбригаде с чехами Выяснилась небольшая беда Там все было отлично поставлено и придумано Под Кузин за воротами С опцией вылезти на пятак Соколов слева Морозов на пятаке И Марченко справа Саша Романов на синей линии Все класс Они отлично двигались И передавали друг другу шайбу Но в этой расстановке Никто никого не мог вывести на бросок Вот буквально Кто бы кому не отдал Бросать с этого паса будет неудобно Соколов не мог отдать Морозову и Марченко Потому что они все втроем праворукие И прямой пас было отдать сложно Марченко не мог перевести Соколову Мог только Морозову А значит это у него был единственный вариант И он хорошо читался Соколов мог только бросить Это тоже читалось В итоге они правда старались И здорово двигали шайбу Но опасности просто неоткуда было взяться Причем тренеры видели это Но они думали, что сам по себе контроль Это здорово А реализация придет Фактически контролировали Игру в зоне атаки То есть было хорошее движение шайбы Во-первых Во-вторых Были очень сильные моменты К сожалению Не удалось забить Но забить из этой расстановки Не получилось Ни в первом матче Ни дальше Вот такими были наши проблемы И нам предстояло их решать Их еще долго не будут решать На фоне того, что наша сборная В целом выглядела активно Это и у тренеров И у пишущих про хоккей людей Считалось в принципе достаточным В целом вывод по игре Рифмовался вот с этой Послематчевой репликой Егора Соколова Мы играли хорошо Просто вот Неудачное удаление И все А еще в первом матче турнира Случился один из самых Эпических моментов В истории нашего хоккея В конце игры Лорионов и Брагин Стали вдвоем Давать установку Для игры С пустыми воротами Они вдвоем Держали планшеты Что-то говорили А Валерий Николаевич Пытался отобрать У Игоря Николаевича Фломастер И не получилось На следующий день У Лорионова Об этом спросили С тем заездом Что ой А в интернете раздувают Будто у вас конфликт Лорионов эту подачу Принял И сказал Не-не-не Ни в коем случае И дальше съехал Что было мало времени И игрокам было донесено Что очень важно Выиграть сбрасывание И кстати Это одно из самых Очевидных умений Игоря Лорионова Он умеет мягко Скатываться С таких прямых И потенциально громких тем Но вот серьезно Вы думаете Что Валерий Брагин Который от вопросов Ник-зоне Становится вот таким Гол за Бан Войдет в пятерку Самых курьезных За вашу карьеру Пропущен Кого? 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 Вы думаете Что для Брагина Вот это было нормально? Да ну бросьте В тот момент Мне стало очевидно Лорионова Поставили в штаб Не просто помощником А чтобы он взял Столько полномочий Сколько сможет унести Главное Что бы он при этом Признавал авторитет Брагина Эту теорию Подтвердили перестановки Уже после турнира Брагин ушел в СКА А молодежку отдали Ларионову. Итак, мы разобрали только один матч, неплохой темп, давайте дальше по турниру. Коротко о соперниках. Шведы показались такими же красавцами, как и обычно. Начало их матча с финнами вы уже видели, дальше они играли так же красиво. Сложно, комбинационно, очень и очень осмысленно. Как по мне, у них в нападении не хватало игроков уровня тех, что были в защите, которые бы играли как Расмус Сандин в этом моменте. Но в целом команда смотрелась отлично. Шведы снова взяли все матчи в группе и теперь у них 52 подряд победы на групповом этапе. А в четвертьфинале они красиво и без шансов разнесут хозяев, но об этом попозже. В нашей группе фантастику дали США и Канада. Я сел пересматривать специально для этого видоса, посмотрел начало третьего периода и понял, что больше смотреть не надо. Там совбрасывание они сыграли 7 минут 33 секунды без паузы. И тут чистая лирика. Я обожаю матчи США и Канады на молодежном уровне. Мне кажется, их школы достигли такого какого-то совершенства, к которому нам еще только предстоит прийти. И когда мы играем с канадцами, мы пытаемся сломать их игру. Или шведы, они тоже пытаются сломать игру канадцам. А американцы играют в такое ответвление канадского хоккея и пытаются сыграть так же, только еще лучше. Эти энергии умножаются и получается нереальная красота. Очень советую всем и всегда. И вот второй матч мы играли как раз с канадцами. С Канадой нам всегда интересно и в основном сложно. В нашей истории полно случаев, когда они громили нашу молодежку, а мы ничего подобного еще не делали. Сборная Овечкина и Малкина в финале МЧМ 2005 влетела со счетом 1-6. В 2010-х мы побеждали канадцев чаще, чем раньше, но всегда в упорной и равной борьбе. Мне очень понравились вот эти слова Игоря Ларионова перед матчем. Слова, значит, о патриотизме, о пропаганде. Здесь они неуместны. Здесь хоккей, здесь игра. И здесь нужно, чтобы ребята выходили и играли в хоккей. Потому что именно пропаганда была важной частью мотивации наших игроков на молодежном чемпионате мира. Я сам слышал, как пацанов накачивали перед матчем со словаками на одном из прошлых турниров. Им прямо говорили, идет война и все вокруг против нас. И если я правильно помню, мы тогда остановились в четвертьфинале. То есть такая накачка, она скорее вредит. На МЧМ 2020 канадцы привезли Алексиса Лафреньера с отрывом главную звезду турнира и провели дико качественный, я бы сказал, летучий матч с американцами. Казалось, казалось, что против них будет очень тяжело. Но получилось все совсем по-другому. Да, мы победили 6-0 и это было очень убедительно. Сегодня были какие-то канадцы, они нас просто забоялись. И это правда. Матч был закончен где-то к середине и мы не встретили почти никакого сопротивления. 6-0. Самая большая победа России над сборной Канады в истории молодежных чемпионатов мира. Вот как это получилось. Мы немного поменяли состав звеньев. В первой вышла питерская тройка Марченко-Морозов-Подколзин. Во второй Соколова заменил Дорофеев. Третьим заявили звено Круглова. Он заменил в составе Грошева и вышел вместе с Ртищевым и Соркиным. Егора Соколова переместили в наше ударное звено к Денисенко и Хованову. И их написали как четвертое звено. Подозреваю, все это сделали для того, чтобы оживить нашу атаку. В защите Романов остался с Журавлевым. К замуле поставили Миссюля вместо Малышева, который стал седьмым защитником. Голенюк остался с Пыленковым. У России остался очень сильный план без шайбы. Вообще, надо сказать, что по игре без шайбы наша молодежка была сильнейшей на турнире, без всяких оговорок. В отборе мы действительно активно играли против всех, и это было видно на старте игры. Наш нападающий сразу поехал на защитников Канады. В целом, мы двумя нападающим давили в чужой зоне и отбирали у защитников время и пространство. Это заработало с первых же секунд. Канадцы то ли не ожидали такой агрессии, то ли не справились со скоростями. На второй минуте мы забили очень важный первый гол, который задал настроение всему матчу. Сначала было полное ощущение, что гол стал результатом нашего постоянного давления. На самом деле, все было не так просто. Давайте посмотрим еще раз. На Макайзика уже никто не давил, он не увидел Хованова и дал через центр. Ну, допустим, это следствие давления, и канадцы постоянно боялись, что на них сейчас надавят. Потом бросок. Это был бросок, скорее всего, выше ворот. Но нам повезло. Шайба попала в Дауса, отскочила вверх и опустилась за ним. Удача плюс ошибка соперника. И самый важный момент, момент перехвата. По ТВ показали через несколько минут после гола. На самом деле, Хованов выпустил шайбу из зоны. Вот этот момент. Посмотрите, шайба за линией. Это было положение вне игры, и гол нельзя было засчитывать. У Хованова вы видели, когда он забивал? Вот там мы смотрели. Показалось, что был. Было шайб? Там вы не пропустили этого. Просто факт. Мы играли блистательно. Очень уверенно и активно без шайбы. Но наш важнейший первый гол, который в результате стал победным, прилетел после ошибки, забавного отсколка и вообще-то из офсайда. Нам, скажем так, очень помогла судьба. Мне кажется, это понимание получше помогло бы разобраться с тем хоккеем, который показывала сборная на этом турнире. И, возможно, что-то исправить. Но, увы, это мало кто заметил. Дальше нам помогли две грубые ошибки канадцев на своем пятаке. Дудас упустил на пятаке Дорофеева и оставил тому целую вечность. Потом Даус грубо отбил перед собой, и Никита Артищев был на шайбе первым. 3-0 к 15-й минуте. Это очень сильно. В целом, канадцы могли бы поворотиться и в таких условиях. В истории уже был матч, в котором мы могли обыграть их крупно. В полуфинале МЧМ 2012 Россия с Кузнецовым ввела у канадцев 6-1, но в итоге стала 6-5. И в самом начале второго периода, помните об одной из главных наших проблем? Удаляется воронков. И у Канады большинство. Вместо забитого гола они получают травму Лафренера. Тот очень неудачно упал. Где-то через минуту Никита Александров еще раз ломает канадский пятак. 4-0. Все, в этот момент канадцы сломались окончательно. И матч можно было заканчивать. Они боялись идти в единоборство, боялись нас. Это было видно. Я в пару моментов хотел нанести силовый прием. Он просто уезжал меняться. Я кричал, ты что боишься, давай играй. Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. Мы их просто съели в первых минутах. Вратарь у них там дрогнул. Мы забьем еще два гола и сделаем 6-0. И докажем себе, что являемся одним из фаворитов турнира. Это была очень эффектная победа. Но как часто бывает, эффективность смазала содержание. В этом матче у нас получилось подавиться на защитников сборной Канады, воспользоваться ошибками, здорово сыграть в обороне, в средней зоне и в своей. Но матч с чехами обнаружил совсем другие проблемы. Увидели ли мы их решение в игре с канадцами? Совсем нет. Да, серийных и неприятных удалений не было. Но был ли у нас хоть один гол в большинстве? Нет. Хотя мы играли даже 5 на 3. Создали ли мы хоть что-нибудь из позиционных атак? Нет. Можно ли сказать, что в этом матче у нас здорово работали атаки сходу? С них мы забили только 4-ю и 6-ю шайбу, когда соперник уже бросил играть. Как постоянный механизм атака сходу у нас не работала. Нам очень повезло с количеством ошибок у соперника. А сейчас наша постоянная рубрика «Николаич, ну как там наш XG?» По XG мы выиграли 4-2. Канадцы создали больше, чем чехи, а забили 0. И эти цифры могли бы стать хорошим поводом разобраться с содержанием матча. Ну какой там? Мы просто играли здорово и на фоне просевшего соперника смотрелись великолепно. Поэтому все проблемы как бы остались в прошлом. А разбираться в мелочах и придираться к отдельным эпизодам у нас как-то не принято. Страна и даже, кажется, тренеры запомнили эту победу как доказательство. На самом деле у нас все хорошо. Хотя у нас даже в этом матче не все было хорошо. Победа дала нам важные очки и больше ничего. А мне кажется, что она даже принесла нам немного вреда. Мы не заметили, что такое преимущество по счету пришло нам где-то случайно, где-то из ошибок соперника. И никто не задавался вопросом, а что будет, если чужие ошибки и удача исчезнут? Мы не заметили, что наши проблемы никуда не делись. Но мы получили чувство собственного превосходства. Ощущение, что мы самая сильная команда турнира. Хотя это был всего второй матч чемпионата мира. Посмотрим, к чему это приведет. А вдруг нам повезет со всеми остальными соперниками? Важное случилось после матча. Когда включили гимн России, Барретт Хейтон не снял шлем. В трансляции было видно, как наши обращаются по этому поводу к судьям, а те их успокаивают. После игры Егор Замула сказал про это. Пускай, это ему вернется. Это поступок не мужика. Это не хоккейный поступок. Мне Барретт Хейтон больше по матчу запомнился вот этим эпизодом, в котором он суперски выходит из-под нашего давления в своей зоне. И мне кажется, этот эпизод здорово показывает, как такие вещи вообще работают в хоккее. После матча Федерация Хоккея Канады и сам Барретт извинились. Вот такие эмоции всегда украшает турнир. И парни с характером используют такое, чтобы оттолкнуться и сыграть лучшее. Например, в 2011 что-то подобное было между сами Ватанином и Женей Кузнецовым. Ватанин дал интервью Андрею Осадченко, где пошутил про шансы России на медали. В этом году ничего у России не выйдет. Они ведь из группы с третьего места выходят, значит попадают в четвертьфинале на нас. А тут уже никак. Ему на льду ответил Женя Кузнецов. И потом передал привет из миг-зоны. А не помните защитник, кто был, когда третий гол забивали? Обыграл я кого? По-моему... А Ватанин, да, который писал, да? Ну, вы там привет передайте. Пусть почитает камер, ладно? Как и сказал Егор Замула, поступок из второй игры турнира вернулся Хейтену. На финал против России он, капитан команды, вышел с травмой и забросил третью шайбу, сравняв в счет. Все-таки иногда в хоккей лучше делать, чем говорить. На МЧМ 2020 показались две дико интересные команды. Казахи приехали за призом зрительских симпатий. Команде еле-еле набирались три достойные пятерки. У них были какие-то проблемы с формой. Но играли пацаны от всего сердца. И за них было очень легко болеть. Главными красавцами турнира стали немцы. Вообще, МЧМ не очень сложный турнир, если твоя задача понравится. Нужна четкая структурная игра и несколько техничных игроков. Хотя бы два-три. У Германии как раз это и было. В них отлично смотрелись Доминик Бок, Тим Штуцца и Джон Джейсон Петерка. Первый задрафтован в первом раунде Штуцца и Петерка 2002 года рождения. Против чехов, которые играли дома в такой панк-хоккей, они показали четкую структуру и внимание к созданным моментам. Большинство хозяева подарили им достаточно для того, чтобы улететь в счете 4-1. Отыграться чехи уже не смогли. Дальше у нас были американцы. И тут важная отметка. Еще в первом матче в сборной турнире было видно, что наш настоящий лидер играет на синей линии. И это Саша Романов. После матча США это станет очевидно всем. Начнем. Мы оставили тот же состав, что и на игру с Канадой. Первая тройка – звено Хованова, вторая – звено Воронкова, третья – Питерская и четвертое – звено Соркина. Американцы, похоже, смотрели матчи сборной России, в отличие от многих болельщиков сборной России. И отлично подготовились к этой игре. Они учли активность и агрессию наших в отборе. Они сыграли примерно как чехи. Очень осторожно, но намного умнее. После потери они выстраивались в схему 1-1-3. Два верхних нападающих по ситуации могли и пойти в давление, попытаться отобрать шайбу. Но если не получалось, прыгали назад, и один из них обязательно цеплял атаку соперника и шел за ней до конца. Блок из трех игроков оставался неизменным. Из них никто не выдергивался для отбора. В своей зоне все это сворачивалось в компактный блок вокруг пятака. Все пять человек практически стояли в этой зоне от точек брасывания до все здесь. Поэтому не все так просто было. Но все равно надо более настырнуть в этих ситуациях. Много бросков было задней линии, много они заблокировали. Поэтому они, я еще говорю, очень неплохо в обороне сюда. Таким образом у нас украли контратаку. С учетом того, что позиционной атаки у нас по-прежнему не было и защитники по-прежнему были приклеены к синей линии, это очень ударило по нашим шансам забить в равных составах. В атаку мог подключиться Егор Замула, но он если и выкатывался, то не для взаимодействия, а для броска, что делало подключение предсказуемым. И в целом проблема не в том, что мы пропустили три, а именно в том, что мы забили только одну. Да, две пропущенные шайбы были после ошибок Замулы и вратаря Мефтахова, но это не беда. И тут давайте подключим нашу постоянную и полюбившуюся многим рубрику «Николаич, ну как там наш XG?» Что интересно, счет немного, но в нашу пользу. 3,4 на 2,7. По активности у чужих ворот мы этот матч не проиграли, и по той игре, которая была, должны были забивать больше. Но у нас просто не было путей к чужим воротам. А так сходу нас лишили американцы. А в позиционной атаке мы ничего сделать не смогли. Точнее, как только у Александрова и Журавлева получилось здорово разыграть шайбу в чужой зоне, сразу получился гол Романова. Больше таких розыгрышей не было. И, кстати, как раз в этот момент Саша показал, что он лидер, и как мог попытался завести команду. Но проблема была ни в настрое, ни в усталости. Сборная России не была медленнее, она не была потухшей. Дело было в чистой тактике. Мы не знали, что делать с шайбой, как довести ее до чужих ворот. Мы ничего не забили в большинстве, хотя в первом периоде у нас было 4 минуты подряд. Там играли те же бригады. Денисенко, Хованов, Воронков, Дорофеев, Замула и Подколзин, Марченко, Морозов, Соколов, Романов. И у них были те же проблемы, что и в предыдущих двух матчах. И эти проблемы по-прежнему не решили. И в самой концовке мы тоже ничего не смогли разыграть, даже 6 на 4. Розыгрыши были простыми, и все броски американцы принимали на себя. Чистое поражение. Несмотря на то, что из трех матчей с топ-соперниками мы проиграли 2, никто не видел в этом проблемы. Ну, не хватило эмоций, бывает. Свежий противник, они не играли. Мы это все наложили. Хотя мы готовили, все успокаивали, но сами немножко не хватило эмоционального заряда. Идеалом хоккея сборной России считалась игра с Канадой. А все, что было до или после плохого, ну это или случайность, или усталость, или где-то недонастрой. Игроки так и говорили, сыграем как с канадцами, да и все. В принципе, как мы показали матчи с Канадой, я думаю, все хорошо будет. Кстати, в конце игры с США смешно закольцевалась история с планшетом из игры с Чехией. Помните, Ларионов и Брагин дергали планшет друг у друга? В игре с США установку давал один Ларионов, а Брагин стоял далеко у него за спиной. И вот вы хотите сказать, что это взгляд, которым один коллега обычно поддерживает другого? Я не уверен. Дальше все пошло бодрее, и это видео тоже ускорится. Из матча с США тренеры на самом деле вынесли кое-какие уроки и попытались оживить нападение еще одной перестановкой. Воронков и Морозов поменялись звеньями. Как тебе вариант посмотреть, что может быть? В таком составе тройки долетят до конца турнира, но это ни о чем особенно не скажется. В защите Галенюк встанет в пару к Романову, Паенков к Замуле, Миссюль к Журавлеву. И в таком составе они доиграют до конца турнира. В защите сборная как выглядела с самого начала турнира хорошо, так и будет выглядеть хорошо. С большинством экспериментов будет намного больше, и они принесут кое-какие результаты. После того, как оно не сработает в трех матчах подряд с топ-соперниками, в играх против Германии и Швейцарии большинство перелопатят на несколько раз. И сейчас Игорь Ларионов, тренер, который работал, как сам говорил, с большинством в молодежке, расскажет вам о первой волне перемен. Александр играет справа, Хованов, Воронков и Денисенко. В другом звене у нас поменяли местами Марченко, Морозова, все остальное по-прежнему. Но поменялись пару вариантов в группе Дмитрия. На самом деле было немного не так. В начале матча с немцами во второй бригаде вместо Соколова вышел Паленков, и они попытались сыграть конвертом, как на МЧМ-2019 у Брагина играла первая бригада. Причем Марченко был слева, подколзен справа, а Морозов на пятаке. Но дальше вместо Паленкова тут вышел Дорофеев и заиграл справа. Получилась рабочая схема, в которой просто нашли варианты для нескольких бросков. В игре с немцами эта группа забросила две шайбы. Причем один гол забила и первая спецбригада, но после того, как Денисенко и Хованов в ней поменялись местами. И в матче со Швейцарией эта же бригада забьет две и сделает результат руками Димы Воронкова. Причем сначала он забьет, когда справа будет Денисенко, а второй раз, когда туда вернется Хованов. В целом, после этих перестановок большинство перестанет быть большой проблемой. В какой-то момент Ларионов его гениально прокомментирует Игорю Еронко, и станет совсем спокойно. Чем решением было заменить Паленкова Дорофеевым? Это был вариант такой, как типа Северной Америки, когда их играли в Си-Абиси серию. И было два защитника. То есть был простой розыгрыш, то есть перевод защитников друг к другу и бросок на подставление, на подправку, на забивание. Посмотрели с Паленковым. И после этого был план такой, что я сказал Паше Дорофееву, что быть готов к тому, что ты будешь играть у него справа, потому что он, в принципе, неплохо бросает именно в одно касание. Потому что я провел беседу месяц назад с Витей Козловым, тренером Магнитогоска. Он мне сказал, что справа он может бросить. Потому что когда я посмотрел его в разделалке, когда его мышцы, практически он без этих безмышц, то я понимал, что мальчишка ход-дой, техничный, умный, да, но в целом дали ему шанс, и он его воспользовался. А вы вчера в первом периоде, минуты 24 до конца, что-то рисовали на планшетке. Это было касательно большинства, тем более, что там были две попытки и очень неудачные. Да-да-да-да-да. Мы вариант рассматривали у тройки Хованова, то есть когда игра была из-за ворот был момент, когда бросал Зи, Замону бросал, когда подача, ну, как с паса Денисенко. То есть там немножко было рано сделано. Сделан был пас, потому что, именно от Хови, потому что Хови должен был чуть-чуть дальше уехать за ворота для того, чтобы свестить вратаря, чтобы вся эта четверка свестилась в другую сторону. Поэтому, в принципе, был правильный вариант, но с этого варианта Хови сам себя убрал, потому что пас был слишком рано сделан. Нужно было хотя бы чуть-чуть уехать за ворота, отдать пас, и тогда он имел бы вариант пойти на добивание. То есть эти элементы, которые, в принципе, что мы дали всех пять человек участвовать в этом розыгрыше, чтобы у нас не было потерь. Если, допустим, шайба доходит до ворот, то здесь хотя бы там два-три человека на шайбе сразу. Потому что он был слишком далеко за воротами. Поэтому в этом плане я просто подсказал и ему, и, значит, Александру, чтобы они в этой ситуации чуть-чуть потерпели. Потому что тайминг – это то, что на них было там необходимо. Но в нужный момент оно нам не поможет. Но об этом позже. В итоге в группе мы стали третьими, после американцев и канадцев, но выше чехов. В четвертьфинале встретились со Швейцарией и победили 3-1. Немного про остальные четвертьфиналы. По играм в группе казалось, что чехи чего-то стоят, но против них вышла королевская Швеция и быстро закрыла все вопросы по результату. А потом распахнула игру, и зрители получили шикарный хоккей в две стороны. Финны сыграли с американцами в ультразвуковые шахматы. Обе команды играли очень осторожно и очень старались поймать друг друга на ошибках. Получился очень качественный, хоть и не очень увлекательный хоккей. Финны дождались своего шанса в большинстве и вынесли американцев с турнира. В третьем четвертьфинале канадцы убрали словаков. Кажется, вот так сборная России хотела сыграть в своем четвертьфинале, уверенно, мощно, с первых до последних секунд. У них был один прикол. В одной из спецбригад Канады на турнире выходил Джо Вилена, проспект Детройта. И он играл прямо на пятаке, как в сборной России часто играет Евгений Додонов. Вот здесь. И у них была комбинация, при которой Вилена выводили на бросок в касание прямо с пятака. В игре со словаками он сделал это четыре раза и ни разу не забил. С четвертьфинала наш состав не менялся. Первое звено Денисенко, Хованов, Соколов. Второе Дорофеев, Морозов, Александров. Третье под Колзин, Соколов, Маршенко. Четвертое Круглов, Соркин, Ртищев. Седьмой защитник Малышев, тринадцатый нападающий Грошев. С вратарями у нас была целая история. И Аскаров, и Мефтахов играли очень нестабильно. И тренеры нашли какую-то гармонию в том, чтобы меняя их, ловить отрезки, когда все будет хорошо. В итоге все получилось. Аскарова поменяли по ходу матча со шведами и вышел Мефтахов. Мефтахов целиком отыграл финал. Мы начали и провели весь матч активно. Наш нападающий сразу полетел на защитников соперника. И так мы делали весь матч. Это очень поменяло планы шведов. Они рассчитывали, много контролируя шайбу, играть, как обычно, в позиционной атаке. Но то, как сборная России работала в отборе в средней зоне и на входе в свою зону обороны, заставило их быстро отходить назад тремя игроками. Правда, случилось это не сразу. Сначала Швеция забила, Густавсон чисто выиграл точку, и Сандин пальнул девятку. Получился такой гол на ровном месте, будто бы со стандартного положения. Потом сборная России наконец-то помогла большинство. И поступок Хогландера, который на ровном месте решил ударить Денисенко и получил 5 плюс 20. После этого заработала тактика сборной России с активностью в чужой и средней зонах. Шведы, которые любили выходить из зоны через большое количество коробки в передач и вообще устраивать очень сложные выходы из зоны, начали целыми сериями попадаться. Ошибки, перехваты, потери. В итоге все закончилось страшной ошибкой Анифельта. Соколов с острого угла попал в чужие ворота. Но тут начала сказываться разница в том, для чего, собственно, команды отбирали шайбу и для чего работали. Шведы работали для того, чтобы устроить карусель в нашей зоне. Мы отбирали шайбу и бестолково теряли ее в чужой зоне. Посмотрите, как это было устроено. Вот Замула перехватывает шайбу в средней. Посмотрите, вся наша пятерка в активной позиции и идет в чужую зону. В чужой вместо виража и осмысленного контроля он просто тыкает шайбу в толпу. Начинается толкотня, в итоге шайбу шведов. То есть, вся агрессивная, активная, продвинутая игра, которой так хвастались тренеры и которая так радовала пишущих про хоккей, уходила в никуда. Ровно как в первом матче с чехами. Тычки в какие-то неподготовленные броски и во всякий прочий мусор. Давайте тут включим нашу постоянную рубрику Николаевичу, ну как там наш XG. Мы как бы были в два раза опаснее, но это была такая мусорная активность. Наши защитники по-прежнему были отделены от нападающих и полноценной осмысленной атаки не было. Повторюсь, продвинутый хоккей сборной без шайбы преобразовывался в мусорный контроль. Если большинство мы смогли разобрать и как-то наладить, то эту проблему, как мне кажется, мы так и не распознали. Всех будто бы устроила это имитация активности в чужой зоне. Мы играли с позицией силы. Все игры... Все игры. Мы играли в самый современный хоккей. Этот самый современный хоккей был чуть-чуть недоделан. В нем не было самого главного красивого, внятного и цельного плана по работе с шайбой в чужой зоне, который бы позволил реализовывать преимущества, добытое тяжелой работой в двух других зонах. В итоге вся работа, весь сгенерированный XG, уходил никуда. А забивали мы только после ошибок и ничего не создавали сами. Мне кажется, этого слишком мало, чтобы считаться лучшей командой турнира. Наш хоккей в завершении слишком зависел от случайностей. Возвращаемся к игре. Стараясь уверенно контролировать шайбу в чужой зоне, шведы заставили нас три раза ошибиться. И трижды реализовали эти удаления. Счет стал 4-3 не в нашу пользу. Мы все это время, играя активно в отборе и как бы лучше, пропускали. Точно так же, как мы пропускали и не могли реализовать преимущества в играх с чехами и американцами. Точно так же, как будет в финале. Впрочем, об этом потом. Дальше два наших игрока включили героизм. Тоже фишка брагинских команд. Так было и в 2011, и в 2012, и почти на каждом его турнире. Шведы два раза чуть-чуть не успели накрыть наши атаки сходу. И сначала Соколов островно перевел игру в овертайм, а потом Морозов ее закончил. Это была чистая и заслуженная победа. Мы добыли ее в честном бою и благодаря нашему проверенному оружию атакам сходу. Но в эйфории никто не заметил проблему с контролем шайбы в чужой зоне, с позиционными атаками и с реализацией своего преимущества. Никто не заметил, что в трех из четырех матчей с топ-командами турнира мы не выиграли в основное время. Никто не заметил проблем. В целом, не мудрено. После матча всех охватила эйфория, и Егор Соколов очень забавно не мог уйти из миг-зоны. Хотя много раз собирался. Спасибо, что мы говорили, но я должен идти, я должен идти, я должен идти сейчас. Я ничего не могу сказать. Спасибо. Как вы чувствуете, в этом целом турнире? Вы были очень... Моги не стоят, но я не могу стоять. Почему? Потому что я устал. Все. Потому что мы выиграли, и это была тяжелая игра. Бро, у тебя эмоций хватит? Да, я сейчас пойду отдохну и все. Второй полуфинал канадцы закончили за 4 минуты. 3-0, и дальше можно было не продолжать. В итоге они обыграли Фринляндию 5-0. После поражения от России 0-6 канадцы сыграли 4 матча, забили в них 22 шайбы и пропустили только 4. По сути, все эти игры они заканчивали за первые 10 минут. У них вернулся травмированный в нашей игре Лафриньер. Как раз с финнами он сделал дубль. В общем, к канаде нас ждала совсем другая сборная Канады, и тактически, и по настроению. И да, если вам интересно, Джо Вилена по-прежнему не попадал с пятака. Финал. Россия вышла побеждать. 6-0 в группе. Преимущество в полуфинале со шведами, которое, правда, не получилось реализовать полностью. Но канадцы, казалось, были обречены. Они играли совсем не так, как первую игру с нами. Они были гораздо осторожнее. Аккуратный 1-2-2 в средней зоне, очень внимательный бокс при позиционной обороне и, конечно, контратаки. При отборе шайбы один из их нападающих часто вылетал под чужую синюю линию и туда шла длинная передача. Но, как часто бывает в финалах МЧМ, тактика стала лишь фоном для основных событий. Канадцы не дали нам контратаковать и пытались справиться с нашими бессистемными позиционными атаками. Мы справились с их контратаками и пытались как-то реализовать свое преимущество. В первом периоде мы очень жестко облажались в большинстве. У канадцев было 4 пола и мы могли улететь в счете примерно на те же 6-0, но не забили ничего. Знакомая картина, правда? Мы владели преимуществом, но не смогли его реализовать. Два периода, играя лучше, мы ничего не забивали. В конце концов, игра зашевелилась, начались голы и даже произошло что-то вроде чуда. Канадцы не выдержали и допустили две ошибки в позиционной защите. Да, наше сумбурное позиционное нападение даже принесет голы в третьем периоде и мы повели 3-1. И мне кажется, чем ближе было к концу, тем ярче было видно отношение к ошибкам в этом формате сборной. Да, современный продвинутый хоккей, но мы же видели, защитники очень умеренно подключались к атакам. Они не должны были ошибиться и в третьем периоде финала ошибаться было нельзя. И что началось в третьем периоде финала? Правильно. Сначала на вбрасывании вспылил воронков удаление. Вбрасывание шайба летит к Хейтону. Тому самому Хейтону в общем, давайте отмотаем назад. Важное случилось после матча. Когда включили гимн России, Баррет Хейтон не снял шлем. Трансляции было видно, как наши обращаются по этому поводу к судьям, а те их успокаивают. После игры Егор Замула сказал про это. Пускай! Это ему вернется, это поступок не мужика, это не хоккейный поступок. Хейтону все действительно вернулось. Блестящим броском он сравнивает счет. На этом игра не закончилась, но было ощущение, что уже закончилась. Потом ошибка, еще ошибка и 3-4. Наши по-прежнему четко работали и отбирали шайбу, но по-прежнему не знали, что с ней делать, а делать что-то было надо. Мы по-прежнему владели преимуществом, но шайбы летели в наши ворота, как в первой игре с чехами, как с американцами, как со шведами. И, конечно же, все очень боялись ошибиться, а поэтому... Пытаться убирать эти удаления, которые мы в последних играх допускаем. Играя в большинстве, мы получаем фолк Дорофеева, потом фолк Денисенко. Повторилось то, что было в первой игре турнира. Мы не перевели свое преимущество в голы, недостаточно здорово сыграли в большинстве и в нужный момент просто поплыли и сломали себе игру удалениями. Был еще забавный момент с попаданием в камеру, но обсуждать его просто несерьезно. Если бы в камеру попали мы, нас бы тоже не удалили. На последних секундах мы играли 3 на 5. И вот тут хочется сказать, поражения в финале не бывают не обидными, но за это поражение обидно втройне. Обидно, что мы проиграли по делу, создавая преимущество, но просто не придумав, как его реализовать. Обидно, что в чемпионские минуты мы показали не характер, а нервы. И я думаю, это во многом произошло из-за неправильного отношения к ошибкам. У нас ошибаться было нельзя, и поэтому ошибок было так много. И в последний раз рубрика Николаевич, как там наш XG. В самый нужный момент мы создали у чужих ворот меньше, чем соперник. 3,5 на 4,1. Я не знаю, можно сейчас ни одного ворота? Не до этого. По-моему, турнир показал важность аналитики, причем не отложенной ни задним числом, а в моменте. Да, какие-то выводы я сделал уже после финальной сирены, имея перед глазами всю дистанцию. Да, какие-то моменты было сложно увидеть прямо на ходу, но у меня всего одна пара глаз. И то, проблемы в большинстве были видны с первого матча, и они проявились в последнем. Проблемы с позиционной атакой были видны с первого матча, и они стали частью наших проблем в финале. С тем преимуществом, которое сборная России создавала в финале, она должна была лучше владеть шайбой и создавать гораздо больше моментов. И я уверен, что тренеры видели эти проблемы, но я также уверен, что они придавали им меньше значения, чем стоило. Я уверен, что, как и почти все зрители, как и все пишущие про хоккей, тренеры просто были рады общему качеству хоккея, активности и какой-то агрессии. И это все было, но нас, как обычно, обошли в мелочах. Даже не то, чтобы обошли, мы, как обычно, в этих мелочах не доработали сами. И самое обидное для меня не то, что мы не взяли эти золотые минали, не то, что мы проиграли, а то, что пацаны вышли с этого матча и не очень поняли, что произошло. Они реально выложились и сделали все, что могли, но проиграли. И смотреть на них было тяжело. Я был счастлив играть с этими пацанами, со всеми. Тренерский штаб из нас слепил команду, которой 23 брата было. Я подойду к любому парню из команды и скажу ему спасибо за то, что мы просто были команды все эти турниры и я горд, что я сыграл с ними. Да пытались изменить, но... Ну, не знаю, мы пытались, не получилось. Да вы только посмотрите на эти лица. Пацаны честно отработали и были уверены, что все делают правильно. Они уверены, что были сильнее и вот от этого поражения еще обиднее. Вот это расстраивает меня больше всего, что пацаны, которые были лучшими на этом турнире и считали себя лучшими, просто не получили все информации о хоккее, в которые играют и проиграли. Нужны ли нам, как системе, еще более важные уроки? Я надеюсь, что не нужны. Давайте смотреть хоккей и разбираться в нем. Мы достойны победы всегда. Просто надо найти к ней путь. И у меня есть маленькая надежда, что сейчас с молодежкой работает как раз такой человек, который готов искать новые пути. И когда играешь в хоккей, ты не имеешь права бояться ошибиться. Ты не должен играть, чтобы не проиграть. Ты должен играть, чтобы выиграть. И эти вещи, которые сеют в голову этих пацанов в клубах, это влияет на таких матчей, которые как сегодня. Поэтому мы должны играть с холодной головой, с лягкими руками, с горящим сердцем, но играть правильный хоккей. То есть мы должны в принципе играть в хоккей, который позволяет на любом уровне обладать любые команды. Какая бы там ни была, с финской системой, мы играем сегодня от обороны в КХЛ, потому что это легче всего. Это легче разрушать. Мы не перестали созидать. И мы этих пацанов, которые приходят, они все практически приходят как эти цветки, которые залезли, оттаивают их, чтобы они показали. Но мало времени для этого дается, поэтому в этом плане много работы. Скоро 2021-й, и мы без золота уже почти 10 лет. Я не хочу больше ждать. У меня на этом все. А, да, вас, наверное, интересует, забил ли спитака Джо Вилена? Нет, этого так не произошло. Субтитры сделал DimaTorzok